Здарова, дельфинятки! Такс-такс-такс, где там мой топор, ща правду матку рубить будем. Сразу предупреждаю, что этот видос подорвёт приличное количество попочек, потому что будет звучать правда удобное не для всех. Или даже, возможно, неудобное не для кого. Сейчас такое время, что вокруг IT витает атмосфера бабок и успешности. Кажется, что если человек программист, значит, что он зашибает туеву хучу бабок. Если не туеву хучу, то хотя бы зарабатывает выше среднего. Знаете что? Это чистейшая правда. Средний айтишник, и я сейчас имею ввиду не только программисты, но и сопутствующий персонал, типа проект-менеджера и тестировщика, получают действительно большие деньги. Особенно если не брать в учёт тех, кто только начинает свой путь в профессии. Только про это не принято говорить. Принято кукурузку ебучить, типа ну вот, не всем программистам платят много, если ты сайтики на вордпрессе пишешь, что тебе там могут не шибко много платить. Чуваки, это полная фигня. И вы сами это чувствуете. Это видно уже даже и по сложившимся стереотипам. Например, на 2Ч есть знаменитое выражение 300к на секунду, которое означает заработок айтишника. Чувства вас не обманывают, по крайней мере на этот раз. И это всё не без причины. Включаем логику. Какая главная задача бизнесмена? Получать деньги. И каждый бизнес стремится использовать все доступные средства, иногда даже не совсем законные, для того, чтобы снизить расходы и увеличить доходы. Чего бы технологии для этих целей не использовать. Они сейчас вполне доступны, уже никаких вам комплюхтеров размером с комнату 5х5. И что самое главное, это средство имеет просто космическую эффективность. Например, есть даже люди, которые профессионально занимаются тем, что строят таблички Excel с расчётами. И только эти таблички способны сэкономить какому-нибудь заводу парочку миллионов в год. При том, что на запилочку таблички тратится 100 тысяч рублей. Я раньше вообще не представлял, что такое бывает. Ну типа это же Excel, его детишкам в школе на уроках информатики показывают. А оказывается, что на его основе можно строить просто огромные вычислительные комплексы, взаимодействующие с базами данных и всякой такой классной фигнёй. И также оказывается, что это всё не только возможно, но ещё и кому-то нужно. Причём эта история не из 2005-го. Мне посчастливилось встретить такого успешного бородача, который такие штуки делал пару лет назад. Чему я несказанно рад. Потому что мы впоследствии вместе ни одного мамонта завалили. Под завалить мамонта я подразумеваю совместный заработок, а не групповушку со школьной поварихой. Так и это вообще ещё не всё. Люди вокруг любят технологии. Если человек находится дома, то скорее всего он за компом. Если человек в метро, то у него в руках смартфон. Люди живут в интернете. Ну кроме тех маленьких мерзких пи***ков, которые на момент записи этого видоса бегают по двору и кричат отборные маты на всю улицу. Лучше бы дома в дотку играли. Люди потребляют огромное количество информации. Будь то порно с птеродактилем, видосик с котиком, игрушки с птичками или что-нибудь полезное вроде обучающих курсов. И чем больше люди делают такие вещи, тем больше они создают спроса на различного рода программные продукты. Причём подумайте, когда вот вся эта штука началась. А началась она совсем недавно. Мне сейчас 25 лет и я даже помню время, когда у людей не было мобильников. Все пользовались только домашними телефонами. Эта вся тема офигеть какая молодая, но при этом уже ужасно распространённая. От этого спрос на IT просто дичайший. И от того, что появляется новое, старое никуда не пропадает. Оно всё так же требует поддержки и допилки. Или вы думаете, что бизнес готов тратить вагон бабок, чтобы каждый год переписывать всякие штуки? Аху**. Знаете, для меня текущая ситуация с IT кажется несколько схожей с периодом истории, который называется Век Паруса. Интернет это моё Карибское море, а компьютер это мой фрегат. Что самое забавное, так это то, что и здесь есть пираты. Если подытожить, в IT много бабок из-за доступности, эффективности, законности, распространённости и при этом маложавости. Это всё факторы, создающие спрос на специалистов. Все об этом вокруг знают, но продолжают серьёзными рожами упорно нашампуевать, что в IT бахать не каждому дано. Что если ты пытаешься в него войти ради бабок, то хуже тебя получится. Ну, типа ты должен талант иметь. Какие же они всё-таки мерзкие пиздоболы. Чуваки, существуют такие люди как шахтёры, геологи, слесари, металлурги. Давайте возьмём кого-нибудь конкретного, хотя бы моего батю. Он слесарь по ремонту газотурбинных установок. Он работал на компрессорной станции, которая гнала газ прямиком в Европу. И он реально в этом вопросе жёсткий. Мало чего он может перебрать турбину, гоняющую сжиженный газ, так он ещё и обязан разбираться в вопросах безопасности на производстве. Каждый год ему приходилось проходить тестирование по безопасности. Если слесарь тестирование заваливает, то его к работе не допустят. Также ему приходилось много ездить в командировки для повышения квалификации, чтобы лучше разбираться в деле, которое он делает. Как вы, блядь, думаете? Он с детства увлекался газотурбинными установками? А может он просто охуенно тащится от того, что в мороз минус 50 градусов ему приходится крутить гайки ключом на 5? Килограмм. Ничего подобного. Он знает, что это ремесло, которое приносит ему деньги. Он в нём прекрасно разбирается и тратил много времени на то, чтобы становиться в этом лучше и лучше. И делал он это не потому, что это ему так уж охуенно доставляло удовольствие, а ради денег. Но почему-то ебучие айтишники считают, что для того, чтобы стать айтишником, нужен невероятный талант или нужно, чтобы это было твоим хобби. Хотя вокруг представители множества профессий, которые тоже требуют не меньших навыков и также определённого образа мышления. Ну, типа геологу доставляет удовольствие отличать кварцит от известняка. Заеб***ь, с детства на минералы шишка стоит. Геолог просто в один прекрасный момент сделал важный выбор своей жизни. Он сделал выбор ремесла. Для человека нормально иметь ремесло, которым он может зарабатывать. И так было всегда с начала истории человеческого общества. Для человека нормально заниматься вещами, которые приносят ему деньги, а не удовольствие. А если ему ещё это ремесло приносит удовольствие, то чувак вообще просто кайфует. Но дофига айтишников так любят серьёзные мины и своему делу придавать эксклюзивности, что это уже начинает доходить до абсурда. Такие могут и своим высокомерием затмить солнце. Типа не каждый может, не каждый достоин. Уууу, блядь, какие же мы крутые. Мы не ради денег, а потому что призвание. Какая же это хуйня. Самое обидное во всей этой ситуации, что такой гонор давит просто со всех сторон. И может сломать даже человека, который обладает уверенной дисциплиной и самоорганизацией. Не позволяйте этому говну влиять на вашу жизнь. Большинство вам говорит, что вам нужен талант, что вам нужно иметь соответствующий интерес из детства, что программирование выбирает вас, а не вы программирование. А я говорю, что они ебаклаки. Эти рвотные ЧСВ позывы со стороны больной части общества могут толкать тебя на неправильный выбор. Я уверен, что если ты откроешь ХРУ и посмотришь айтишные вакансии, которые имеются у тебя в городе, то ты обнаружишь, что особой популярностью пользуются в первую очередь 1С Битрикс и PHP в купе с версткой. Так уж получилось, что это одни из самых популярных платформ. И так уж получилось, что они же одни из самых осуждаемых. Из-за этого многие ребятки их боятся и начинают их просто избегать. Хотя это идеальные места, чтобы начать свою карьеру в IT. Порой бывает такое, что тебя готовы взять на стажировку только потому, что у тебя есть пальцы. Но часто эту возможность игнорируют, потому что фу-фу-фу, PHP для лохов, а я красавчик, значит PHP не для меня. Эти стереотипы способны заставить вас идти сложным путем. Не верьте им и пытайтесь пролезть в IT как можно скорее и через место попроще. Если вы в один момент станете PHP-шником-формошлепом, это не означает, что вы останетесь им на всю жизнь. Программисты зачастую переходят с одной технологии на другую и не по разу. Я начинал свой путь именно с PHP, потом перелез на .NET, а потом докатился до JS. Зачем терять время, если можно его не терять? Зачем не приобретать опыт настоящей боевой разработки, если можно его приобретать? Вы начнете зарабатывать, вы окружите себя людьми, у которых можно перенимать опыт, вы набьете вес в глазах более серьезной компанией за счет конкретного опыта коммерческой разработки. Если вы поработали пару лет в какой-нибудь конторе типа рога и копыта, это значит, что вы приносили прибыль владельцу. В противном случае он бы вас так долго не держал. А способность приносить прибыль как раз является ключевой при наеме квалифицированного кадра. Именно поэтому эффективней год заниматься шарпом по 3 часа в день и параллельно работать PHP-шником, чем год заниматься шарпом по 10 часов и параллельно продавать бургеры в маке. И по поводу того, что дохера платят только лютым задротам, которые знают все на свете. У меня есть хороший друг, прям ради которого я рубаху на себе готов порвать. Его зовут Саня, и он самый большой мудак на свете. Саня, я знаю, что ты смотришь этот видос, этот трек играет ради тебя. А теперь небольшое объяснение, почему Саня чудак на большую букву М. Он никогда не отличался большим талантом к программированию. Пока я читал Рихтера, он развлекался с телочками, попивая пивасик. После того, как он все-таки закончил университет и заимел диплом безопасника, он устроился в небольшую челябинскую конторку, которая занималась разработкой различных сервисов на Node.js. Во время своего отпуска он мне написал, типа, чувак, я увольняюсь, го покорять в Москву вместе со мной, проверим, че там и как. Я уже взял билет на самолет. Естественно, я сказал Сане, что он дерзновенец каких поискать, и что ему с его навыками программировать ничего вообще не светит. На следующий день оказывается, что он удаленно прошел собеседование в одну из контор, которые располагаются в Сколково на приличную зарплатку. Немного о его навыках программирования. Через две недели после того, как он начал работать в Сколково, он мне пишет с вопросом. Чувак, че такое промисы? Для тех, кто не в курсе, что такое промисы. Это механизм языка JavaScript, который позволяет удобно организовывать асинхронный код. Эта штука крайне полезная и крайне юзабельная. Естественно, у меня эта ситуация вызвала смех. Вообще понятия не имею, как без них можно что-то стоящее написать. Но мало чего он как-то год обходился без промисов на прошлой работе, так он еще и без их знаний умудрился пролезть на следующее место посочнее. Еще через год он умудрился пролезть в Яндекс. Это уже вообще просто порвало мне шаблон. Я не знал, что так можно было. Возможно, Саня не слишком умный. Его навыки даже сейчас оставляют желать лучшего. Но он упорный и не боится сложных задач. Именно поэтому Саня настолько красавчик, что даже у меня вызывает зависть. Ставь лайк, если хочешь, как Саня. И после всех этих историй я уже не верю, что дела с IT обстоят так, как о них говорят. Если и были времена, когда золотые врата программирования были открыты только для талантов и гениев, то эти времена уже прошли. Спасибо за внимание, друзья. Будьте успешны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую байку про успешного Саню. И храни вас Бог.